Извини, друг, но домой тебе придется лететь одному. Внимание! Антон начинает сеанс общения актерам и инженерам с готовность номер один. Без ясно! Почему два профессора, а тоже один? Это какая-то ошибка. Допустимо. Начинаем! Голобок, приветствие! Браво! Отправляю! Сообщение синтезируется. Сообщение готово к отправке. Пуск! Ответ приближается. Внимание! Захват! Ответ получен. Сообщение готово к отправке. Внимание! Антон закончился сообщением. Так и трудились колобки, каждый усердно выполняя свои обязанности. А свободное время проводили так же, как все. Например, ходили в музей. Да чего я там не видел? Иди. Друзья! Сегодня мы открываем памятник знаменитому колобку. Мне? Нет. А в 2015-м тоже там колобок уходил. И так честь... О его приключениях и подвигах ходят легенды. Он не только... А что это вы там делали, профессор? Ничего. Я прошу заметить, заблудился. Легендарный колобок навсегда останется в наших сердцах. Мы никогда не забудем его героизм. Как он любил собачек маленьких. Как он кормил их всегда с ладошки. Тише, тише. Я тоже рада тебя видеть. Тихо, тихо. Колобок. Колобок. Я начал писать биографию твоего дедушки. Не мог бы ты ответить... И вы туда же! И сделала более тысячи... Стой! Ты чего? Там же памятник твоему дедушке. Опять они ободумали. Почему они ушли от бабушки, от дедушки? Надоело. Памятники, бюсты, портреты. У меня даже имя дедушкино. Колобок. Это ж кругло. Был бы у меня дед героем. Каким-нибудь первооткрывателем. Колумбом. Ага. И тебя бы раскатали, как блин. Позор. Дед первый открыватель, а умный внук-умник не может открыть ничего, кроме бутылки кефира. Вот если бы я упал как раз, то и разбил лицо, и все. Я хоть какие-то подвиги совершаю. Ой. Но он же не виноват, что мегабит и мегабайт уже все открыли. Да. А твои подвиги – это сплошное хулиганство. Лучше бы у деда поучился. Вот именно, что поучился. Но Колобки не учатся так делать, но так и понимаю. Вот он – настоящий герой. Хм. Хватит грустить. Все ваши подвиги и открытия еще впереди, клянусь своими бантиками. Пойдемте лучше в парк. Все ваши подвиги и YouTubers реализм все нервы. Как видите, жизнь в Колобанге была веселой и беззаботной. Пока однажды... Куда же они улетают? Эй, эй, стой, ты куда? Вот они стоят, здесь на кадре. А на следующей кадре они стоят по-другому, как сказать? Ктыч трехосковый! Ну, самолет так не пердят, даже если топливо закончилось. Ай, 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 ай. Самолет упал, почему Омник не упал или ка- Гравитация. И после выпуска новостей смотрите головокружительное шоу Колобахова «Штрафной круг». О, шоу Колобахова начинается! Колобахов шоу! Итак, мы начинаем наше беспрецедентное супер-пупер-мега-архи! Неповторимое, неудивенное, сердцезонное, уладено-развлекательное, научно-популярное, не кулинарное, очевидно невероятное ток-шоу «Штрафной круг». Сегодня у нас в студии профессор Мегабит и профессор Мегабайт! Профессор, вам слово! Уважаемые зрители! Как все вы прекрасно знаете, переписка нашего Антона регулярно публикуется в газете «Вести Колобанги». Изучая буквы, слова и предложения, я пришел к абсолютно поразительному и сенсационному выводу. Наша Колобанга – это лишь крохотный островок в этой вселенной, название которой «Интернет». Прошу заметить, никогда так не смеялся. Ага, ты, ты смеялся давно, ну давно ты смеялся. А теперь, внимание, неопровершимое доказательство. В одном из своих сообщений подружка Антона Полина пишет ему. «Я скинула тебе на почтовый ящик доклад об истории Интернета». Да ладно? Как так-то? Как же так? И? Что это? Непонятно. Это письмо с докладом об истории Интернета хранится в почтовом ящике Антона. Нам остается только открыть ящик и достать это письмо. Это какой-то нонсенс. Вы же прекрасно знаете, что ящик охраняет почтовая собачка Атос. Будьте уверены, я найду способ раздобыть письмо. Желаю вам удачи, а Атосу приятного аппетита. Там газета куда-то пропала. Я не знаю, может он выкинул. Вот если бы трескал в дом, то и сломался. Как я, ну только ломать не умею. Понимаю. Я вам докажу, Интернет существует! Если вас понравилось это видео, то подпишись и поставь лайк только 133. Ну и сегодня я, коробок пальто. Всем пока! Ждите второй час.